Всем привет! На моем канале самые свежие и актуальные новости Дома-2 на текущий день. Не забудь подписаться! Евгений Кузин и Саша Артемова вчера улетели в Новороссийск. Саша довольна приемом, который ей оказали в доме Жени. И надеется, что связи родственников Евгения помогут ей без проблем и хлопот сдать сессию. Ведь времени ежедневно играть на скрипке у нее на проекте не было. Ольга Васильевна, не дождавшись полной реабилитации после перелома двух ребер, рванула из больницы на поляну. Видимо, нахождение на проекте для нее важнее собственного здоровья. Но сообщила в сети, что в ближайшее время собирается поехать домой и навестить давно заброшенного супруга. Напомню, что на Сейшелы вылетел Ницислав. Он заменит на острове любви Николая Должанского. Народ волнуется, что он или утонет в океане, или его украдут лысые ежики, утащат его в свое логово и сделают наложницы стаи. Недавно к Олегу Барханову пришла новая девушка Соня. Олег ответил ей заимности. Но в последнее время он не очень красиво ведет себя на острове. То играет в бутылочку и целует Рапунцель, то близко общается с Лизой Шароха. Барханов, конечно, отнекивается. Соня задевает такое поведение Олега, и она сомневается, лететь ей на Сейшелы или нет. Александр Задойнов не нашел время в своем плотном графике, чтобы лично поздравить свою первую дочь с днем рождения. Но собирается сделать это в ближайшее время и поехать к ней в Ярославль. А также Элина и Саша понимают, что их отношения заканчиваются. Это лишь вопрос времени. В сети сейчас активно обсуждают фото Александра Задойнова. Зрители просто в шоке, насколько его довела Элина. Внешний вид Александра оставляет желать лучшего. Диана Чепизубова поменяла свой имидж. Скорее всего, это связано с возвращением девушки в стриптиз-клуб для заработка танцовщицей. Бывший участник Алексей Самсонов сделал предложение своей девушке Юлии. Надеемся, что в скором времени пара действительно поженится. А Элла Суханова вернулась на поляну с новым носом. С ним же остался и Игореша, который теперь не сможет весело проводить время в женской спальне. Элла хоть и укоротила клюв, но глаз за это выклюет насчет раз. Вчера на Сейшелах девушки сходили с ума от недостатка мужского внимания и лепили себе мужиков из песка. Последние новости Дома-2 на 12 ноября. Илья Григоренко отказался от Саши Гузнец и Камилы Коробейниковой. Илюша снова любит Алену и просит вернуть ее на проект. Но вот весь парадокс в том, что после своего заявления Илья пригласила на романтическое свидание Камилу, пара поехала покататься на коньках. Камила выложила их совместные фото в социальной сети и написала, что очень сильно любит Илью. Обладательница непростого характера Артемова уже стала камнем преткновения и едва ли не главной причиной конфликта Кузина и Глеба. А на этот раз Саше удалось рассорить Женю с Чуевым. В одном из будущих эфиров поклонники воочию смогут наблюдать, как Кузин и Чуев цепились прямо на лобном месте, после того, как последний позволил себе сделать замечание дурно воспитанной Александре. Несмотря на то, что Кузин и сам часто недоволен поведением Артемовой, терпеть нападки от Чуева в адрес сожительницы мужчины не стал. Так Женя Накорнюк пресек попытки Андрея напасть на Сашу и заверил, что он в состоянии разобраться со своей женщиной. Вчера Андрей Черкасов и Виктория Романец репетировали свою свадьбу. Возможно, это была просто шутка для ребят, а возможно и всерьез. По поводу пары Гозиас и Григоренко. Вроде бы у них есть чувства, но в то же время Илья как-то не раскрывается в новых отношениях. Коллектив считает, что он не забыл прошлые отношения, поэтому не спешит до конца открываться Саше. А сама Саша говорит, что первая не бросит Илью, но если он решит с ней расстаться, то она это примет как должное. А мне кажется, что мальчик просто запутался и не знает, с кем ему быть и что ему делать. Только что стало известно, что Илья Григоренко и Александр Гозиас официально расстались. Об этом сообщила сама Александра. На этом все. Спасибо за просмотр. Текст взят из тематических групп. Подписывайтесь на видео новости, ведь смотреть и слушать гораздо интереснее, чем просто читать. Илья Григоренко.